Всем привет, друзья! С вами Skyward, и в этом обзоре у нас пойдёт речь о связке Switch V2. Погнали! Приходит этот мехмод у нас вот в такой вот чёрной коробочке. Здесь у нас надпись Switch Mods Brass V2. Это у нас полностью латунный мехмод, о чём говорит вот эта вот наклеечка. Здесь у нас американский флаг, потому что что-то мне подсказывает, что это коробка как у оригинала, но это у нас Clones 3F Vapor. И давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас вот такая вот отверточка. Поразительно, что это не обычная синяя китайская отвертка, а более-менее что-то похожее на нормальную отвертку. Вот такой вот комплект с допами, в котором у нас два винда и один а-ринг. Почему они не положили туда хотя бы три винта? Потому что дрипка у нас трёхсторичная и винта в ней три. Вот так вот у нас выглядит сам мехмодец. Здесь у нас вот такие вот фасочки, по две с каждой стороны. Вот такие вот два углубления. Верхний коннектор у нас не откручивается. Он у нас составляет единое целое с самим мехмодом. Здесь у нас вот такой вот стандартный гибридный коннектор. Внизу у нас вот такая медная кнопочка с гравировкой Switch Mods. Давайте разберём мехмод, посмотрим из чего он состоит. Кнопка у нас откручивается отдельно, но кнопку можно раскрутить ещё и вот так. То есть вот таким образом у нас разбирается сама кнопка. Изначально кнопка у нас магнитная, но я сюда скрутил вот такую вот пружинку, потому что, как обычно, магниты китайские неодимовые слабые. Они ничего не держат и вообще не нужны они. Вот из чего у нас состоит сам мехмодец. Здесь у нас вот такая вот часть, в которую у нас уходит сам пин. В этой части у нас есть вот такое вот длилиновое кольцо, которое у нас является подстройкой под аккумулятор. Вот такая вот огромная медная часть, которая у нас является пином и, соответственно, кнопкой. Вот такое вот латунное кольцо, которым у нас зажимается низ кнопки. И, соответственно, сама труба. Давайте посмотрим на качество резьб на самой трубе, да и вообще везде. Как вы видите, качество резьб тут так себе, потому что видно, что резьба не особо ровная. По крайней мере, как-то она странно бликует. Здесь же с резьбами абсолютно другая история. Они абсолютно нормальные, качественные, ровные. Что помешало сделать такие резьбы внутри трубы, я не понимаю. И, как вы видите, с кольцом, которое у нас зажимает кнопку, история абсолютно такая же. Собирается этот мехмод вот таким вот образом. Вы надеваете сюда пружинку или же ставите сюда магниты. Вставляете эту часть внутрь кнопки и все это дело прижимаете вот этим вот кольцом. В процессе сборки ничего сложного нет. Давайте перейдем к самой дрипуле. Вот таким вот образом у нас выглядит дрипуля. Дриптип тут не съемный. Вот такие вот два круглых отверстия. Отверстие обдува. На куполе у нас также есть гравировочка Switch Mods. В нижней части у нас вот такой вот регулируемый пин. На нижней части дрипки никаких гравировок у нас нет. База у нас тут вот такая. Обычная трехстоечная база с жирнющей центральной стойкой. За что эта дрипуля от меня получает однозначный плюс? Это за очень глубокую ванночку. Потому что, как вы можете понять, ванночка здесь доходит прям вот досюда. То есть до Оринга. Ванночка здесь нереально глубокая. В нее помещается очень-очень много жидкости. Но, блин, отверстия в стойках не самые большие. И что-то меня на самом деле эта дрипка не особо впечатлила. И единственный плюс она получает за свою глубокую ванночку. Так, в принципе, весьма посредственная дрипуля. Обработка купола здесь вот такая вот сферическая. Как я говорил, уже дриптип здесь не меняется. Он составляет единое целое с самим куполом. Отверстия обдува у нас тут вот такие вот. То есть обычные круглые. Но, я думаю, за счет вот таких отверстий обдува и сферической обработки купола дрипуля должна быть весьма вкусной. Держится это все дело у нас на одном Оринге. Ну, в принципе, держится... Не скажу, что очень плотно, но вроде и не сваливается. То есть, в принципе, приемлемо. Первый же минус от меня эта связочка получает за такой конструктив кнопки, потому что первые пару раз я умудрился разобрать саму кнопку, пока пытался ее открутить. То есть, вы цепляетесь пальцами за нижнюю ее часть, начинаете поворачивать, и поворачивается у вас иногда нижняя сторона. То есть, хвататься нужно выше, чтобы вы попали на вот эту вот часть, на верхнюю часть, которая у нас является самой кнопкой, а не хватались за нижнее кольцо. Потому что, если вы его за него схватите, вы его и открутите. Вставляем аккумулятор, вставляем мы его плюсом вверх. Возможно, конечно, вот эти вот отверстия, которые я вам показывал, отверстия в самом верху, это у нас газоотводы. Но, опять же, очень странно. Почему не сделать их где-нибудь вот здесь, или перенести их в кнопку? Все-таки в верхней части мехмода, то есть на самой гибридной площадке, какие-то утопления, какие-то углубления делаются только для того, чтобы у нас дрипуля к мехмоду не прилипала. То есть, чтобы туда у нас сливалась, скапливалась там жидкость, ее излишки, и это все дело легко откручивалось. Но здесь, получается, это, скорее всего, газоотводы. Потому что, как вы видите, они у нас выведены вот сюда. То есть, в случае чего, если у вас из плюса аккумулятора повалит всякое непонятное, оно будет выводиться вот сюда вот. То есть, получается, что это у нас газоотводы. Но конструктив, на самом деле, опять же, не самый удачный, потому что, как вы видите, жарит все это дело очень бодро. Но сразу же первый минус. Давайте я вам поближе покажу пин, и вы сразу поймете, в чем у нас тут проблема заключается. Смотрите на конструкцию самого пина. Здесь у нас есть более широкая часть и более узкая. Зачем это сделано? Когда вы надеваете вот это кольцо, более широкая часть у вас упирается непосредственно в стенки самого кольца, вот этого латунного. Конструктив кнопки вы запомнили, да? Давайте теперь заново соберем кнопочку. Вот вы кнопочку закрутили, вот вы кнопочку нажимаете, вот кнопочка у вас закусилась. Как бы, вот в чем проблема. То есть, вот. Вы ее нажимаете, и как вы видите, кнопка перекошена, и этот маленький бортик у нас закусился. И, блин, это не прикольно на самом деле, потому что сразу же, как я получил этот мехмод, я его сразу же намотал, думаю, сейчас с ним погоняю, проверю, что как, и вот сразу вот такую вот штуку я увидел. На самом деле это очень неприятно, и я даже не знаю, как это допилить. Если закусывание кнопки в том же ТВЛе я решил, просто сняв краску и подпилив пружину, то здесь я не знаю, как это решить, потому что эта проблема только в том, что у вас кнопка при нажатии просто перекашивается. Возможно, можно места вот этой вот части подспилить, чтобы она просто легко сюда входила, но тогда, опять же, это все будет как-то некрасиво смотреться, что у вас здесь будет какой-то зазор, это все будет неплотно касаться стенок, и это будет не особо хорошо выглядеть. И вот это, наверное, самый главный минус этого мехмода, вот этой вот связочки. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, как этот связончик будет наваливать, и поговорим о плюсах и минусах. И, в принципе, казалось бы, жарит и наваливает все это дело неплохо, но все это перекрывается вот этим вот минусом. Мехмод в этом положении не будет жарить, ничего с ним не произойдет, но, блин, это неприятно. Вы вот постоянно будете слышать вот это вот щелкание, как она будет заскакивать на этот маленький бортик, отскакивать с него, и это неприятно. А что по плюсам и минусам? Из плюсов эта связка однозначно получает плюс за дизайн, потому что, согласитесь, выглядит все это дело очень прикольно. Так достаточно минималистично, небольшие отличия от обычной трубы есть вот за счет вот этих вот фасочек, за счет вот этих вот углублений. Плюс также эта связка получает за вкус дрипули, потому что дрипка реально вкусная. За счет сферической обработки купола, за счет такого небольшого обдува, также плюс дрипуля получает за глубокую ванночку, потому что лить туда можно очень-очень много жидкости. В принципе, навал тоже можно отнести к плюсу. Но, как по мне, тот же ТВЛ с Кеннеди валил побольше. И однозначный минус, который перекрывает все плюсы, это вот эта вот кнопка. Потому что я реально не могу придумать, как это допилить, не вытачивая новую кнопку, и ничего с ней не делая. Я сразу же поменял магниты на пружины, и обычно эта ситуация меняет. Потому что магниты перестают как-то дергаться, перестают за что-то цепляться, и ситуация исправляется. Но здесь это не помогло. Здесь вся проблема в конструктиве вот этого вот медного пина. Он сделан достаточно хорошо. То есть здесь пин составляет единое целое с нажимной частью кнопки. Это здоровый медный кусок, и по факту он имеет хороший потенциал к жареву. У него большое пятно контакта, большое реальное пятно контакта, прошу заметить. Потому что обычно все вытачивают какой-нибудь себе большой пин, или берут себе мех с большим пином. То есть такие, а у меня большое пятно контакта. Они не учитывают, что у них может быть вот такой пин и вот такая резьба. И по факту реальное пятно контакта у них будет вот такое. Потому что ток все-таки будет идти по резьбам, и это не прикольно. Потому что у вас будет много абсолютно ненужного пятна контакта. То есть вы не будете использовать весь потенциал вот этой огромной контактящей с аккумулятором части, и какого-то увеличения жарева за счет этого вы не получите. Рекомендую ли я эту связку к приобретению? Скорее всего, нет. Хоть стоит она недорого, в районе 18 долларов, насколько мне память не изменяет, но, блин, вот этот вот минус, он очень критичен, по крайней мере для меня, потому что, как бы да, если кнопка закусывается, она не жарит, но, блин, согласитесь, вот постоянно ее оттуда каким-то образом вытаскивать, и после следующего нажатия она у вас опять застрянет, причем без разницы, отжимаете ли вы кнопку медленно, отжимаете ли вы кнопку быстро, кнопка все равно закусывается, и это на самом деле не круто. Также минус этот мод получает за вот такой вот конструктив, то есть вот я беру кнопку, откручиваю, и откручиваю нижнюю часть кнопки, то есть открутив ее немного дальше, я просто разберу кнопку. Я пару раз разбирал кнопку вместо того, чтобы ее открутить, и это неприятно. Конечно, в который раз я говорю, что все обзоры это чисто мое субъективное мнение, это мое мнение, мое ощущение от пользования тем или иным девайсом, и конечный выбор, покупать что-то или нет, остается только за вами. С вами был Skyward, всем пока. А лучшим способом поддержать меня будет лайк и подписка на канал. Подпишись, я же стараюсь. Субтитры сделал DimaTorzok